Орудия труда древнего человека. Вот это топор, вот это стрела, вот это какой-то камень, который тоже по башке какого-то острый. Ого! Какого-то динозавра камнем притюкнули. Но это на самом деле не настоящее. Хотя вот видите стрела. Но сделал я ее сам. Смотрите как, я взял палочку и вот так вот ее расколол. Туда, в эту щель. Надо найти камень плоский такой. Вот у меня есть кусок пластика, чтобы вы понимали. Вот его туда надо вставить, а потом сдать. Ну как вот, ну вот замотать, вот его можно. Можно даже ромбик найти. Но самое главное, надо найти тонкий камень. Тонкий, острый, такой вот вытянутый. Я взял... Это же не настоящая, это же мук-подделка. Это так, как будто бы понарошке. Но должно выглядеть по-настоящему. И вот я проволокой взял, прикрутил. А потом уже, потом я взял лентой, ленту вот такую вот нарезал. И этой лентой взял и обмотал. И проволоки не видно. Причем я обмотал кожей очень так туго, плотно, чтобы спрятать проволоку. И надо обмотать подальше, чтобы не было видно вот это вот... Ну не было видно. Ну я видел в музее, и там было сделано именно так. Вот видите, кожу я обмотал, и вот оно есть. Потому что все-таки эти стрелы у древних людей были одноразовые. Он выстрелил, и второй раз ее уже, наверное, не использовал. Потому что он, если промахнулся, то она улетела неизвестно куда. А если попал, то... Ну... Вот видите, у меня топорик. Вот я его мотал, а под ним видно проволоку. Здесь проволока такая прочная. Я очень туго примотал так, чтобы ничего не отваливалось. Вот смотрите, беру кисюшку, пиалушку, вазочку, и бросаю туда эти ленточки. Там вода. Сейчас там все намокнет. Потому что это секрет такой. Когда кожа намокнет, она будет хорошо тянуться. А когда начнет сохнуть, она начнет очень дико-дико-дико сильно сжиматься и натягиваться. И она будет сохнуть и еще туже прижимать наши камни к этим деревянным рукояткам. Это такой секрет. Раньше древние люди, они делали вместо кожи, они вот свежие убитые животные, они сразу кожу отрезали и обматывали. И потом дожидались, когда вот высохнет. Ну вот, а я уже вот, наверное, по-другому это делаю, но, наверное, так. Вот можно взять, вот к палочке вот примотать камень. Любым способом, лишь бы только наружу выступала та часть камня, которую можно использовать. Острое вот это вот. Можно взять молоток самому, камней набить. Постараться сделать. Древние люди так и делали, наверное. Если найти не смогли, значит, брали били-били-били и сами делали такие камни, какие им нужно было. Не получился, но берешь соседний камень и колодишь его. Те, которые получались и были похожи на что-то, их использовали. Вот смотрите, мокрую ленточку кожаную, настоящую кожу. Это не дермантин. Я сначала пытаюсь спрятать вот эту вот проволоку металлическую. Поэтому я ленточку натягиваю очень плотно-плотно и стараюсь прижать. Прижать к этой проволоке, чтобы проволоку не было видно. Пускай кожа будет видна, а ленточку, чтобы не было видно. Я очень сильно-сильно все это натягиваю прям. Кожу прям тяну, она вот прям, чтобы она чуть ли не рвалась. Я обматываю эти, ну как вот, палки вот и камни. Ну, трудно очень. Надо потому что держать, потому что они скользкие, мокрые. И ленточка очень быстро заканчивается. Надо вторую ленточку. А древние люди, они то ли кожу использовали, ну а иногда вот жилы вот эти вот, которые вот внутри убитого животного. Ну, у них там много тысяч лет было, ну возможности, ну как были, чтобы определить, чем обматывать лучше. Или кожей, или жилами, или там чем-то еще. И вот они за эти много тысяч лет сделали вывод, то что лучше всего обматывать, ну я не знаю чем. Мы еще этого не проходили. Ну вот, я понял, что надо обмотать мокрой кожей, чтобы выглядело, выглядело. А мы делаем обман, потому что, ну, в школе нам дали задание. Изготовить орудие труда древнего человека. Ну вот, я делаю. Я, конечно, хотел бы прийти в школу и сказать, а вот у меня дома сохранилось от моих предков два орудия труда древнего человека. Это наши фамильные орудия труда. Им, ну вот, им четыре тысячи миллионов лет. Нет, это еще моего пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. До пятого урока буду пра-пра-пра-пра-пра-пра-пра. Но мне скажут, все, садись два. Поэтому вот, ну вот, и вот я в самом конце кожу завязываю узелочком. Узелочком завязал. А эти кончики, их надо спрятать, чтобы их не было видно. Ну, просто, во-первых, надо всегда прятать. узелочки, ну, чтобы было как настоящее. Ну, это же не кроссовки, чтобы тут шнурки болтались. Надо куда-то припрятать. Ну, это потом вот, чтобы не было возможности их развязывать все время, надо вот подправить, чтобы там, где проволоку все-таки видно, надо поправить. Чтобы не было видно. Вот видите, стрела, но она обмотана. Ну, обмотана она, ну, еще вчера. Мы ее переделывать не будем. Потому что кожа должна высохнуть. А сохнуть она будет долго. Можно взять фен и феном. Вот это у меня нож такой вот с рукояткой. Нож с рукояткой, ну, может быть, это какой-то, я не знаю, ну, я не знаю, древний наверное могли, ну, древний могли кинуть какую-нибудь добычу. Или заяц, например. Ну, вот надо сейчас наверх проволоки наложить вот эту мокрую кожу, которая высохнет и стянет все. Вот надо спрятать кожу, проволоку, чтобы проволоки не было видно. Чтобы не было видно совсем. поэтому мы наматываем, 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 чтобы спрятать проволоку, которая под низом. Можно было бы попробовать, конечно, кожей камень закрепить. Но у меня было уже две попытки, ничего не получается. Поэтому самый лучший способ это закрепить при помощи проволоки, а потом эти места обмотать кожей, чтобы казалось, что это кожей все так сделано хорошо. Вау! Ну, вот, вот, нате вам вау! Все при помощи, ну, в общем, кожи сделано. Хотя на самом деле там под низом очень прочно, прочно сделано проволокой. Ну, я вам показывал в самом начале, как я делал это на стреле. А это я вот теперь сделаю узелок. Вот все. Вот готов наш такой топорик, вот, ножик. Может быть, какой-нибудь резак, может быть, что-то еще. Вот это орудие труда древнего человека, сделанное современным человеком. вот. Вперед на охоту за добычей. В общем. Вот. Ну, вот так вот у нас получилось вот это вот наше орудие. вот. Конечно, было сложно. Ну, да, острые камни. Ну, порезаться можно запросто. По крайней мере, рано сделать по крайней мере, по крайней мере. А, поменьше. По крайней мере, по крайней мере. Продолжение следует...